МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, репортеры программы Республика. Я Татьяна Молокова о главном в Чебоксарах-Чувашии. Сегодня в выпуске. Названа причина пожара в общежитии в Новочебоксарске. К чему готовятся погорельцам и почему они пристально следят за прогнозом погоды. Все выше и выше и выше. Не только про авиаторов. В России готовится отпраздновать День строителя. Торжества уже сегодня. Один без ансамбля в Чебоксарах прошел самый странный отбор на самый странный чемпионат мира. Кто победил, если никто не пришел? Почти месяц потребовался специалистам, чтобы назвать официальную причину пожара в общежитии в Новочебоксарске. Неосторожное обращение с огнем. К такому выводу пришли эксперты. Напомню, речь о возгорании 14 июля. Тогда пришлось эвакуировать людей с верхних этажей здания. Никто не пострадал, однако многие квартиры стали практически непригодными для проживания. Сегодня эту тему подняли на неочередном заседании Республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Кто виноват и кто сделал, репортеры республики выясняли. Эти кадры с места пожара в Новочебоксарске Республика показала первой. Пламя повредило крышу и уничтожило деревянные конструкции. Из дома эвакуировали 56 человек. Жителям дома, которых в результате пожара поселили в общежитии Новочебоксарского политехнического техникума, до сих пор оказывается вся необходимая помощь. Организовано трехразовое питание. Решается вопрос о дальнейшем их размещении в бывшем профилактории одного из заводов. На сегодняшний день завершены работы по разбору завалов и лазу мусора с чердачного помещения. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, с оперативной группой Следственного комитета Следственного управления. Сегодня на заседании озвучили и результаты проведенных экспертиз. Действительно, в максимально короткие сроки экспертиза была проведена. На сегодняшний день сумма, подтверждая 12 миллионов 929 тысяч, обозначена сумма ущерба, экспертиза готова быть выдана по факту загрузки документов со стороны проектировщика. Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня в городе Новочебоксарск был введен 14 июля. Но глядя на статистику возгораний в городе, несколько дней назад в Новочебоксарске горело еще одно общежитие. Принято решение ввести режим ЧАЭС во всем городском округе. Неосторожное обращение с огнем, пока лицо виновное в этом не установлено. Материал у нас изъят. Перед Следственным комитетом, как было доложено, мероприятие проводится сейчас. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 168 УКР. Глава республики Олег Николаев призвал ускорить работы по ликвидации последствий пожара, уделить максимальное внимание людям и обеспечить скорейшее выполнение всех строительно-монтажных работ, чтобы привести дом в нормативное состояние до прихода осенних дождей. Татьяна Трофимова, Надежда Макашина, Павел Иритков, Республика. В Козловском районе заложили капсулу на месте, где совсем скоро появится мемориал строителям безмолвных рубежей. Чтобы помнили, даже не просьба, наказ, едва ли не требование. Слишком о многом пытаются забыть, слишком многие пытаются извратить историческую правду, прикрываясь человеколюбием и задавая, пожалуй, один из самых коварных вопросов, который может быть занан по отношению к истории. А что если? А что если капсулу, заложенную сегодня, прочитают спустя полвека? Вы только представьте себе, женщины, дорогие подростки, вручную вынули почти 5 миллионов кубометров мертвой земли. У каждого мобилизованного должна была быть при себе лопата. На 5 человек полагался 1 топор, на 10 – одни носилки, на 20 – один лом. Мы верим, что вы будете достойны в памяти наших отцов и матерей, их родителей. Капсула с посланием потомкам 2071 года. С призывом не просто не забыть, помнить подвиг предков. Капсулу надежно запечатали и залили цементом. Через три месяца здесь будет мемориал. В конце 41-го года, когда враг рвался к Москве, здесь в глубоком тылу 170 тысяч человек, женщины и дети вгрызались в мерзлую землю, строили оборонительные рубежи. Было не до фотографий и записей. Реализовывая все те мероприятия в течение текущего года, это и изучение архивных документов. Это совместная работа ученых, причем ученых не только Чувашской республики, но и многих других регионов, в которых было организовано совместно Министерство культуры и Института гуманитарных наук Чувашской республики, показало, что мы очень многого не знали. Мы очень многого не изучали. И вот эта работа, которая была проведена, нам позволяет составить достаточно цельную картину событий тех времен. На торжественную церемонию пригласили и участницу строительства рубежей, 97-летнюю Дарию Родионову. В 41-м ей исполнилось 19. Вместе с мамой и старшей сестрой они вызвались. Сегодня Дария Родионовна – одна из немногих свидетелей тех лет, кто дожил. И ее память бесценна. Сперва я ходила по деревне, согласно архивным данным, каждый дом заходила по этому списку и интервью брала. У нас в деревне, в Карачеве, живут два участника, которые непосредственно работали на этих работах. Окопы рыли вдоль реки Аниша. О трудных годах, что они голодные были, холодно было в это время очень, но все равно же они делали все, чтобы вырыть эти окопы, чтобы побыстрее разгромить врага. Автор мемориала – архитектор Константин Фомин. Он же разработал и памятник советскому солдату в Оржеве. Работу Фомина для Чувашии признал лучший творческий совет российского военно-исторического общества. Мемориальный комплекс – 38 металлических стел, по одной за каждые 10 километров оборонительных сооружений. Позднее здесь появится музейный комплекс. Собрать в одном месте все исторические материалы, документы, все, что сохранилось с момента строительства рубежей, здесь будет создан музей в перспективе. Кроме того, мы планируем, что музей будет насыщен различными интерактивными площадками. Мемориальный комплекс планируется открыть уже в октябре. Здесь ждут не только жители Чувашии, а бронительные рубежи строили в Татарстане, Мариэл, Пензенской, Ульяновской областях. Ольга Алексеева, Татьяна Молкова, Игорь Зверев, Республика. Сегодня у монумента погибшим в локальных конфликтах собрались матери, ветераны и официальные лица республики. Возложили цветы, вспоминали и полушепотом говорили о том, что же такое родину защищать и как ее защищать, не покидая ее пределов. Вопрос дискуссионный и спорный. Однозначного ответа нет и не может быть. Есть только совет, который должен стать рецептом. Как сделать так, чтобы брат никогда не шел на брата? 6 августа – день памяти молодых ребят, солдат и командиров. Они сражались за родину. Спустя десятилетия их продолжают оплакивать матери. Сослуживцы вспоминают тяжелое время, подвига и героизма. Я очень рад посетить сие мероприятие, поздравить всех парней, что они пришли, вспомнили о своих погибших товарищах, матерей, которые потеряли своих сыновей. Тысячи слов благодарности прозвучали сегодня. Женщины из комитета солдатских матерей лично выезжали на Северный Кавказ в самый разгар контртеррористической операции. Передавали письма и посылки, забирали тела своих погибших детей. Эти самоотверженные женщины вывозили на родину раненых, добивались для солдат назначения боевых пенсий. Было все очень чрезмерно сложно и даже скажу плохо. Так мы это все привозили и мы доводили до сведения соответствующих министерств, в первую очередь обороны и наших верховных руководителей. Огромная боль все эти годы сопровождает матерей, сестер и друзей погибших в вооруженных конфликтов. Многие ребята, прошедшие горнила боевых действий, до сих пор справляются с психологическими проблемами. Они и их семьи, безусловно, нуждаются в поддержке и понимании. Многие военные, прошедшие Чечню, живут с мамами, нет у них семьи, у всех психологические проблемы. Если бы не было мамы, кто бы его кормил? Вот уже 20 лет Надежда пытается получить специализированную психологическую помощь для своего сына. Даже ветеранской пенсии не хватает на оплату курса реабилитации, которая так нужна солдату необъявленной войны. Я считаю, что им должны каждый год предоставлять какое-то лечение, чтобы они как-то лечились, какие-то санатории им давались. Сегодня вспоминают героев, благодаря которым мы знаем, что такое настоящая храбрость. Героев, о которых пишут книги и снимают фильмы. Героев, которые так нуждаются в нашей поддержке и благодарности. Екатерина Никитко, Юрий Марков, Республика. Сегодня Центральная избирательная комиссия Чувашии зарегистрировала еще двоих кандидатов в депутаты Госдумы. Удостоверение о регистрации получил член партии «Яблоко» Владислав Аркадьев и представитель партии «Новые люди» Олег Баранов. Они баллотируются в депутаты Государственной думы по Чебоксарскому одномандатному избирательному округу номер 38. По данным Центра избирательной комиссии, зарегистрированы 13 кандидатов в парламент России, 6 по Канажскому одномандатному округу и 7 по Чебоксарскому. Кроме депутатов Госдумы страны и Госсовета Республики, в сентябре состоятся и местные выборы 153 депутатов представительных органов в муниципальных районах и округах городских и сельских поселениях. В грядущее воскресенье в России отметят День строителя. Как любой профессиональный праздник, выпавший на выходной, негласно переносится на пятницу. Так и сегодня. Лучших в отрасли чествовали и в Чувашии. Отдельная благодарность ветеранам отрасли. Спасибо за ваше трудолюбие, верность профессии. Мы вместе должны воспитывать новое профессиональное сообщество, активно сотрудничать с учебными заведениями, формулировать свои требования для строительных вузов и колледжей. Дорогие коллеги, желаю вам интересной, счастливой дороги в будущее. Пусть воплощаются в жизнь самые грандиозные проекты – здоровья, любви, гармонии вам и вашим близким. Глава Чувашии в День строителя приехал в Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства, где пообщался со студентами. Ему показали специализированные мастерские, где проходят подготовку молодые специалисты, в том числе и по программам госкорпорации «Росатом». Встретился глава с финалистами девятого национального чемпионата «Молодые профессионалы». Отстроили отлично, ожидаем высоких результатов. Столько к этому готовились, столько шли. Наши компетенции сейчас впервые принимают участие на таком серьезном этапе Российской Федерации. Я думаю, с нашими знаниями мы оправдаем надежду техникума и республики в первую очередь. Медицина, сельское хозяйство, промышленность. Резина – широко известный материал, который применяется практически во всех сферах человеческой жизни. Акционерное общество «Строймаш» несет важную миссию – производство резино-технических изделий. Сегодня «Строймаш» празднует свой юбилей. За годы работы у предприятия около 400 партнеров не только в России, но и за рубежом. Создано свое собственное дочернее предприятие Великобритании. 20 лет – это с одной стороны много, с другой стороны совсем немного. За этот период встречались и трудности, и были победы. Все большое начинается с малого. Главное – не останавливаться. Акционерное общество «Строймаш» созданное с нуля – яркий пример того, как со временем из небольшого коллектива грамотных инженеров может вырасти сильное и перспективное предприятие по производству резино-технических изделий высочайшего качества. Одно из главных достижений – это создание творческой команды, которая может решать любые вопросы, поставленные перед ней. И мы надеемся, что такой дух нашей творческой команды сохранится и дальше. Чистые цеха, комфортные условия работы. Предприятие не знает, что такое текучка кадров. Даже во время пандемии работа не останавливалась. Я здесь работаю пять лет. Комфортных хороших, все нравится, все устраивает. Здесь корнирный рост, здесь идет повышение квалификации. Первый разряд, второй разряд, третий, до шестого разрядов. Раньше мы их делали вручную. Сейчас наши руководители купили такие пресса, которые нам облегчают работу. Оснащая производство новейшим оборудованием, «Строймаш» вышел на совершенно новый уровень по качеству, количеству деталей и по стабильности. Четко отлаженный процесс производства и контроль за качеством. Каучуковая смесь, приобретенная только у лучших производителей, дилерская сеть, помогает твердо стоять на ногах и уверенно смотреть в будущее. Ну, «Строймаш» очень высокое качество продукции. Мы уже работаем с ними давно. Покупатели, в принципе, высоко ценят продукцию «Строймаш». Так что по качеству вообще нареканий никаких нет. То есть брака, возвратов нет. Поэтому с удовольствием работаем с компанией «Строймаш». Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Глава республики Олег Николаев лично поздравил с юбилеем, значимое для республики предприятие. Коллектив предприятия «Строймаш», я прям искренне поздравляю вас с вашей юбилейной датой. Уверенно растете, реализовываете планы. И самое главное перед коллективом, есть новые задачи и есть обозначенные новые рубежи. Правительство Чувашьей республики будет делать все, чтобы поддерживать вот такие производственные предприятия, поддерживать новые планы, новые идеи. Ну и, конечно же, всячески способствовать реализации новых инвестиционных проектов. Екатерина Шиверова, Юлия Адюкова, Николай Скворцов. Республика. В детском парке Николаева в Чебоксарах в зооуголке Ковчег у черных лебедей появился птенец. Отнюдь негадкий утенок еще совсем крошечный. Он греется под крылом или на спине мамы. В его воспитании принимает участие и папа. Новый обитатель зооуголка уже хорошо плавает, но внешне еще не похож на своих родителей, так как покрыт темно-серым пухом. Акрас изменится только через 6 месяцев, когда отрастут черные перья. Во взрослую грациозную птицу лебеденок превратится к своему первому дню рождения. В конце выпуска о мировом первенстве на Чебоксарской земле репортеры республики стали свидетелями отборочного тура на мировой чемпионат по игре на воображаемой гитаре. Исполнители могут не иметь слуха о музыкальном образовании. Да и сам инструмент им не нужен. Эти кадры оставляю без комментариев. И добавлю, что претендент на звание лучшего игрока на воображаемой гитаре был всего один. Он и получил главный приз. Это главные новости Чувашии к этому часу. Я Татьяна Молокова. Желаю не унывать, несмотря ни на что. О ваших новостях сообщайте по телефону редакции 8 926 21 5 21 21. Этот же номер во всех популярных мессенджерах. На этом у меня все. Я Татьяна Молокова. Желаю вам хороших выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова